Дорогие друзья, всем привет! Я пропал на месяц. Месяц уже не снимаю видео, потому что я в отпуске, друзья. Все пишут в инстаграме, куда пропал, что происходит. Все нормально, я в отпуске. Я в Турции по-прежнему. Но отпуск мне не дают уйти до конца, потому что есть открытые сделки, которые были еще открыты во время моей работы. Поэтому сегодня у моих клиентов, которые купили квартиры у нас в нашем Литоре, в нашем эксклюзиве, и вот мы только-только сейчас заехали. Почему я весь такой мокрый? Потому что смотрите, что здесь все это мы сейчас заносили, заносили, заносили. Тут куча всего. Да, квартира классная, пока еще ничего не расставили, не разложили, мебель только успели заказать. Так, вот он товарищ, дай-ка я сяду. Познакомьтесь, друзья. Это Мадина, это Светлана, Алан и Айсултан. Айсултан. Как вообще прошло? Расскажите, встретили вас, не встретили? Как вообще сделка проходила? Легко, сложно там? Мне очень понравилось. Там встретил микроавтобус, потому что у нас было очень много чемоданов. Пять человек, во-первых, еще раз было. Пять человек, да. Сколько? Пять-шесть чемоданов. Вот. Нужно отправить Султанова. Короче, было пять чемоданов, было пять человек. И поэтому нас встретил большой микроавтобус. Так. Вот. Мы по пути ему успели покушать. Он нас хорошо довез без происшествия. Ага. Вы как вышли? Вас с табличкой встречал? Или как? Кстати, интересно, меня все спрашивают, как? Нет, он меня встречал с семьей, с фамилией. А, с фамилией, да? Хотя он перепутал фамилию. Чуть-чуть там с буквой, да, ошибочно? В общем, вышли, получается, сели в микроавтобус. Я вас уже встретил, получается, на съемной квартире, которую наше агентство предоставило. Там тоже... Да, бесплатно совершали, бесплатно. Снимали, да. Снимал я, сейчас появится у вас на экране. Друзья, дорогие, всем привет. Я хоть и в отпуске, но дорабатываю последних клиентов. Не могу их бросить. В беде. Хотел вам похвастаться. Клиенты у нас сейчас приезжают. Вот прям жду их на квартире вместе с Сериком. Клиенты с Алматы. Семья, пять человек. Вот. Наша агентство предоставляет им вот такие вот апартаменты. Это все за счет фирмы. Смотрите, красота какая. Здоровенные апартаменты. Все-все за счет заведения, как говорится. Вот Серик расположился здесь. Мой переводчик на турецкий. Без него вообще, как без рук. Вот. Ну и смотрите. Бонус, конечно же, бонус. Хола. Так, чик. А, снизу за этого. За этого. Выходишь. А здесь вот такая вот красотища. Да, два плюс один. Там хорошая такая квартира была. С выходом на бассейн. Там тоже, в принципе, неплохо было. Блокас. Да. Сколько вы там прожили, получается? Неделю прожили. Все за счет компании. Вот только сегодня мы переехали. Ну, потому что мы понимали, что куда переезжать. Мебели ничего нет. Спать негде. Ну, вот только сегодня первый раз в своей квартире. Свет, да, сделали. Дальше, ладно, не будем отвлекаться. Дальше что было. Потом мы... Мадина вообще как приобретала квартиру? Она вообще дистанционно приобрела, можно так сказать, да? В общем, посмотрела мое видео, где я там охал-ахал, расписывал, какая классная квартира, какой классный комплекс. Она увидела это видео, отправила деньги. В общем, я в эти моменты вообще переживаю. Думаю, а вдруг мне понравилось? Ну, человек приедет и скажет, ну, что-то мне не очень. Вот. Но Мадина приехала, вроде как понравилась. Да, мне очень понравилось. Вообще, я очень довольна. Во-первых, квартира сама шикарная, большая. Комната, спальня большая, детская, ну, нормально. Да, для детей подходит. Балконы большие. Вообще, супер. Все самое, что мне еще очень нравится, это бассейн, территория бассейна, вид на горы. Лежишь там, как будто бы в 5-10-м отеле отдыхаешь. Ну, все, что я рассказывал, короче, правда была. Да, все, что. Получается так. Так, дальше, что мы? Мы поехали, сразу денежку оставили, потому что вы прям с наличкой приехали. Кстати, ребята, с наличкой никаких проблем не было, да? Не было вообще абсолютно. На границе просто вы декларацию заполнили. Да, декларацию в Пазахстане заполнила в Алматы. Все, и спокойно приехал. И спокойно приехали. И здесь тоже, да, никто не проверял. Мы приехали, оставили деньги у нас в сейфе в офисе. На следующий день, да, мы, по-моему, поехали квартиру посмотрели. Да. Потом, что мы, документы подсобрали. Мы сейчас отдали все документы в ТОПУ, ждем, пока нас вызовут. Должны были вообще в пятницу уже все оформить, но что-то там сбой какой-то произошел в программе. Потом, что там, подключился у нас Серик, да, там по всем вопросам нам звонили. Свет, эти счета, Света потом еще подключилась по мебели. Мама, так кто? В общем, звонили, постоянно задавали мне всякие разные вопросы. Я вроде как на все. Вообще, конечно, обслуживаю, очень хороший обслуживаю. На всех постарался. Нас даже, мы удивились, нас даже пригласили в ресторан. А, в ресторане же были, я забыл, да. Да, панорама, очень красивое место. Это было в центре Алании, это в горах. Так, друзья, мы сидим, отмечаем сделку с нашими клиентами. Вот они, вот они такие красотули две. И опять же мы здесь. Кто спросит в инстаграме, где это место, не скажу никому. Никита заказал стол, мы пришли, нас уже так официально встретили. Да, там. Было так очень приятно, стол был накрыт, красивое место. Мы пришли в 7 часов вечера, город весь светился. Мы заказали, Никита все для нас заказал. А мы заказывали сами, Никита заказывал. Обслуживание было шикарное, кухня великолепная. В общем-то, спасибо большое компании, которая организовывала. И очень такие великолепные ребята, Серик и Никита. Да, Серик, это вообще огромное вам спасибо. Ну, мы старались, старались вам максимально помочь. Ну, мы прекрасно понимаем, вы в чужом городе языка не знаете. Ну, там, я не знаю, самостоятельно, конечно, это сложно. Тем более, вы там с детьми. И Никита вообще нам помог даже, вот, два раза нам уже возит по магазинам. И сегодня все необходимое приобрели. Сегодня куда мы, кстати, ездили? Уже забыл. Что-то зато... Я грузчиком сегодня помню, что было. А, мы покупали, эту... Кастрюльки, короче. Покупали постельное белье. Друзья, всем привет из Махмутлара. Сейчас приехал в субботу. Помогаем им выбрать, в общем, кастрюльки, одеялки. Ну, в общем, всю домашнюю утварь. А я попала здесь, пошла менять деньги. Пошла менять деньги, и мы такие, где она? Уже полчаса нету. А я попала на рынок, который был очень такой дешевый. Набрала там кучу всего, и сейчас дешево, и все такое очень свежее. И клубника, и виноград, и помидорчики, и огурчики, и тыква, в общем-то. Цены, да, там 2-5 лир, да, вот такие там. Да. То есть переводите там на свою валюту, кто откуда. Все, ребят, давайте заканчивать, в общем, наш небольшой отзыв. Как оцениваете вообще мою работу? Стоит обращаться, нет? Обращайтесь, потому что мы тоже боялись. Это моя дочь, она приобрела квартиру, и мы переживали, что кому деньги переслали, что там. А вот подлинность фирмы устанавливали. Что сделали? Подлинность фирмы устанавливали. Подлинность фирмы устанавливали. И мы увидели, что ребята работают очень, ну, и официально, и честная. Компания сама такая честная, продвинутая и клиентоориентированная. В общем, что я рассказываю в видео, правда. Обращаться можно, все хорошо, оценивайте мою работу хорошо. Все, я поехал домой. Отпустите меня домой. Никита, есть твоя машина, великолепная, интенсивная, белого цвета, которая очень комфортно, красиво. Которая полная, полная вещей уже ездит. Да, да. Поэтому обращайтесь, не бойтесь, приобретайте здесь квартиры. А вы в Алании, кстати, были? Давайте, по скриптам вообще были до этого? Я была очень давно. Давно? Ну, как вообще вам в целом, Алания? Ну, а круто, круто. Классно, да? Паймы растут. Мы всегда гуляем. Паймы, пляж классный. Очень нравится. Море, шикарное море. Да. Сейрис везде очень хороший. В общем-то, приезжаете, очень много русскоговорящих здесь. С Казахстана, да, куча народа. Даже вот мы в том отеле, в котором мы останавливались, приехали с Лондона и покупали квартиру. Не отель, а этот. Квартиру покупали. Ага. С Лондона. Я была удивлена, что даже с Лондона, с Боснии и Герцеговини отдыхали там тоже. Угу. Да ходишь везде, да, русская речь, это все. То есть бояться нечего, там кто чего-то боится, ну, то это лишь ваши стереотипы, не знаю. Тут все нормально, все мирно, все классно, все спокойно. И цены хорошие на все, и на продукты, и на квартиры, и на лишенность. Легко получить в ВНЖ. Вот сейчас на два года будут оформлять в ВНЖ. Потом, может, и гражданство через пять лет. Детей в садик будем устраивать. Детей в садик будем устраивать. Все, друзья, видите, я весь вспотевший. Сейчас чай попьем. И все, и поехал я домой. Все, всем пока, друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И пока не обращайтесь ко мне, я в отпуске. Ну, если что-то прям срочное, то хорошо, звоните, пишите. Все, всем пока. Не смог, друзья, не снять для вас, как выглядит жилой комплекс, которым ребята купили квартиру ночью. Смотрите, красота какая. Везде подсветочки. Очень-очень-очень красиво. Там у нас горы. Сейчас не видно ночью. Ну, в общем, красота, красота. Там бассейн за домом. Очень-очень все красиво и уютно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова